Здравствуйте! Прошу прощения, я буду выступать по-английски. Это мне сегодня легче, так как очевидно, времени не хватит для всех этих сложных анализов. Итак, я сегодня хотел бы рассмотреть эпизод в культурной, идеологической, политической, фотосмагорической палитре, который произошел почти четверть века назад. Американизм в большевистской архитектуре и постсаллинистской архитектуре. И мне хотелось бы начать с самого любимого постера моего. Это Роман Числевич разработал этот плакат «Польский дизайнер» в 68-м году. И здесь показывается соревнование между США и СССР, которое было центральным, то есть стратегическое и военное. Это также соревнование было технологическим, культурным и символическим, как мы видим на этом коллаже. И уже в 1912 году поэт-символист Александр Блок уже видел на Донбассе обещание новой Америки. Несколько лет спустя все лидеры большевики, левые и правые, разделяли то же самое восхищение американского теллоризма и фордизма. И Лев Троцкий писал в 1924 году. Лев Троцкий жил в Нью-Йорке, был лидером большевиков. И он говорил, что американизированный большевизм будет триумфатором. Он разобьет империалистический американизм. И этот американизм, конечно же, был очень важным фактором в русской архитектуре с начала XX века. И, конечно же, это очень интересная, глубокая тема. Давайте посмотрим, что этот синдром, в соответствии с которым русские архитекторы и градостроители рассматривали американские города. Они воспринимали это как образ будущего нового мира, к которому они стремились. И, конечно же, они старались импортировать американский модернизм на территорию послевоенной России с 1945 года. Особенно благодаря Архитектурному комитету, Национального совета. И Рикки Андерсон описывал этот эпизод, когда говорил о выставке в Москве. Очень сильный интерес к американской архитектуре и городам, конечно же, постоянно присутствовал. Просто иногда не на поверхности, а скрыто. И такие архитекторы, как Буров и критики, как, например, Аркин, их, конечно же, критиковали в конце 40-х лет за их космополитизм. Но в то же самое время в журнале «Америка» распространялись вот такие образы благополучного общества в СССР. И это было также и на уровне популярной культуры, как, например, одноэтажная Америка была переиздана в 40-х годах с фотографиями Ильфа, и это было очень популярное издание. Было целый ряд вот таких периодов. Это и 40-е, и 50-е, и монументализм. И в это время скелет советской индустрии промышленности создавался американскими фабриками, например, Альфредом Каном. И они импортировали не только американские фабрики, но и тракторы, и пороженое. И все это воспроизводилось. Мы видим, что Микоян в 1936 году с русскими инженерами приезжали в США, посещали различные сооружения, и дальше был ленд-лиз. И мне хотелось бы прояснить, что, как я понимаю, советский американизм, конечно, нельзя это только свести к влиянию моделям взаимосвязей. Это, скорее, имеет отношение к идеализации американской модели, воспринимая как представление будущего для России. Потому что именно здесь говорилось о том, что Америка – наше будущее. И это все, конечно же, искажалось за счет процессов конденсации. То, что Фрейд именовал «труд снов» или «работа сна». И они при новом правительстве Хрущева эти тенденции изменились. И в этом выпуске журнале «Архитектура СССР» мы видим, что Советский Союз плывет к другим островам, к другим берегам. Однако все равно одним из берегов была Америка. И нужно этот момент исследовать более подробно. Далее, в 1955 году, Архитектурный форум, этот журнал опубликовал небольшую статью. И она касалась путешествия Александра Власова. И он являлся президентом Архитектурной академии. И 10 архитекторов провели вместе с ним 6 недель в США. И это также достигло Кентукки и Среднего Востока. И затем Фрэнк Ллойд Райт, который встречался с Власовым в Москве в 1937 году, и писал ему, что он был уверен, что он мог чему-то научиться у меня. Он был слишком хорош, чтобы быть русским. Итак, что здесь интересно, что одно из главных фигур советской архитектуры был отправлен на 6-недельную поездку в США после того, как Хрущев выступил со своей знаменитой речью на съезде строителей, и когда он указывал на вино архитекторов и на необходимость избавляться от излишеств. В сентябре того же года журнал «Архитектура СССР» опубликовал первую положительную статью об американской архитектуре за более чем 20 лет. Вячеслав Альтажевский был единственным архитектором в Москве, который приобрел профессиональный опыт в Нью-Йорке. И он был, так сказать, ключевым агентом американизма. И можно представить себе, что Альтажевский стал проектировать в 60-е годы, потому что у него совсем был другой взгляд на небоскребы. И различные изображения, которые я представляю, имеют огромное влияние, огромное значение для этого проекта, потому что они предоставляют очень интересные свидетельства. Например, здесь послевоенная модель победы показана на фоне Москвы, и связывая тем самым понимание, этот образ с восприятием советского будущего. Дальше эта модель, разработанная Андреем Липкардом, с 56-го года начинала производиться, тоже показана на фоне высотки. Это МИД в этом случае. И, конечно же, вот тот учебный, учебная поездка 55-го года давала очень четкий ответ. Американизм возвращался на передовую, становился центром внимания советских архитекторов, поскольку показывали новую форму. Американцы посещали конференцию в Москве, и, например, вот такие джазовые музыканты. И вы видели, что эта американская массовая культура действительно пересекала границы. И это было не только на радио «Голос Америки», но и также на земле. И в 37-м году Полянский столкнулся с Даррелом Стоун, и она затем потом распространилась на выставках в Монреале в 67-м году на ярмарку, которая там проходила. Также Никита Хрущев посещал Соединенные Штаты Америки. И эти визиты очень важны, потому что они были первыми, предоставившими возможность советской аудитории ознакомиться с жизнью американцев. И здесь центральное место, конечно же, занимает американская выставка в парке «Сокольники» в 59-м году. И мы ее очень глубоко изучали, и очень интересно посмотреть, какие интересным выводом пришли «Секретные службы», потому что здесь показывалось, конечно же, вот это расточительное потребление, и это оказало огромное влияние на советскую аудиторию. Здесь также присутствовала архитектурная экспозиция. И несколько недель до этого Никита Хрущев выступал с речью в 57-м году и заявил тот свой знаменитый лозунг «Догнать и перегнать Америку». И вот мы видим, что представляет Советский Союз на параллельной выставке в Нью-Йорке в Америке в 59-м году. И здесь Советский Союз показывает технологии, спутник, разные машины, противовес к кухням, которые представляли американцы на выставке в Сокольниках. И таким образом мы видим, насколько активную позицию занимает Советский Союз, потому что американцы были достаточно пассивны до 45-го года, а потом они проявили такую активную позицию, когда отправили свою выставку в Москву. И это вот выставка «Архитектура США», где показываются работы мисс Ван Де Рои. Ольфред Брекслер был куратором этой выставки, и он возглавлял департамент архитектуры и дизайна «МОМА». Журнал «Америка» подчеркивал возврат, подчеркивал возрождение на новом этапе американской архитектуры. И это статья Вольфтанга Эккарта. И в самом начальном этапе американизма, и мне хотелось бы именно подчеркнуть, что американизм не имеет отношения к влиянию, не имеет отношения к наблюдению за формой. Это, скорее, идеализация. И это привело к критической ассимиляции американских зданий и программ. Здесь большое влияние уделяется на фетишах. И, в частности, это торговые центры, аэропорты, высотные здания. И непосредственное знание американской архитектуры было достаточно неоднородным. Первое более-менее комплексное исследование было опубликовано в 1963 году Александре Христиане. Она была матерью Евгения Аса. И в этой книге представлялись промышленные программы. Например, фабрика «Кока-кола». И очень интересно посмотреть, что в то же самое время вышла вот такая книга «История советской архитектуры», которая появилась за 30 лет в Челябинске на тракторном заводе. И здесь упомянуется Шевцов и Фисенко. Но не упоминается дизайнер Альберт Канн. И очень важная параллель существует между академическим модернизмом в США, представленной работами Джейл Стоуна, Филипп Джонсона, Уолли Сарисона и тем, что которые теми работами, которые сделал Пасохин здесь. И внимание русских все больше переключается на сферу по обслуживанию. И когда Хрущев ездил в Америку в 59-м году, он посетил кафе IBM в Сан-Хосе и он встретился с Томасом Ходсоном, главой этой корпорации. И Виктор Грун и Лэри Смис написали книгу Шоппинг-Таунс, то есть города, торговые города США. Она была в 66-м году, 6 лет после того, как вышел оригинал. И таким образом вот это обслуживание освещалось здесь. Милонов считал техническими аспектами и научными аспектами, которые представляли собой главную суть этой книги. Грун на самом деле приезжал в Москву и обсуждал различные вопросы с градостроителями, архитекторами. Он критиковал вот такие городские схемы. Мы сегодня говорили о Зеленограде. Однако и он предлагал и он как раз критиковал вот такой же город-спутник для Новосибирска. однако контракт не был заключен. И здесь мы благодаря методологии Кана и также советской доктрине сейчас теперь акцент делался на потреблении, а не на индустриализации. И был опубликован отчет Михаила Пасохина, когда они написали новую главу долгой истории американизма. Конечно же здесь представлялись изображения трущоб, потому что без трущоб конечно же было невозможно показывать Америку. И это очень интересно, что также здесь показывалась география не только Чикаго и Нью-Йорк, здесь уже показывают западные территории и автомобильную промышленность Америки. Америки. И здесь мы видим, что американские ценности становятся, начинают восприниматься и переосмысляться. Осинский и Аболенский писали в 1929 году, очень написали интересное эссе об американском автомобиле. Называется «Американский автомобиль» или «Российская телега». И Осинский был идеологом, который стоял за урбанизмом, потому что уже в 20-е годы он предсказывал, что будущее Советского Союза будет связано с автомобилем. И его пророчество было услышано. и в своем обсуждении в Москве Грюн вспоминает, что он предупреждал Пасохина о городском обществе, основанном на автомобильной промышленности. И Пасохин, конечно же, многое вынес из американских проектов, сделан, который, например, авеню Нью-Йорка Эдварда Даррела Стоуна, и потом мы видим схожие черты на проспекте Калинина, когда здесь строятся высотные сооружения, как и в Америке. Это было стимулом. И я также хотела показать, как сильно Америка представляла будущее. И когда Хрущев открывал 59-ю выставку в Сокольниках, он сказал, то, что Америка показывает нам, это мы сможем достичь это в будущем. То есть посмотрите на нас, какими мы будем в будущем. И если мы говорим о сходных чертах, то, конечно же, мы здесь видим очевидные параллели. И мне хотелось бы показать вам эти аэропорты JFK и Шереметьево. И наконец, в последние годы этого периода мы здесь видим еще более явное выражение американских тенденций. даже Вентура, которые проектировали американские города, отмечают это. И конечно же приглашение Реймонда Луи, который является главным американским индустриальным дизайнером, когда он принял приглашение сделать проект москвича. И мы это видим на странице журнала «Америка». И вот прототип москвича, который находится в его архиве. То есть то, что предполагал Пасохин, это та машина, которая все-таки действительно связана с этой цивилизацией, где много автомобилей. И Америка в 70-х годах как раз возвращается к тем идеям, которые выражались в 20-х годах, как, например, Оболенский и другие архитекторы. И мне хотелось бы закончить там, где я начинал новые темы очень важны для советской архитектуры. Но для того, чтобы описать их в более сложном мире, мы вот видели эти интересные параллели с Северной Африкой. Они просто удивительны. И мы можем представлять то влияние советской архитектуры, которое распространяется на многие разные истории в разных уголках мира. И явно, как мы видим, когда два супермена смотрят в разные стороны, Америка все еще была своего рода мотором для технологического развития, а также инноваций в этой стране. «Северной» Спасибо. And then the really fun part of the tour is that Vlasov is actually the only architect on the tour in America. All the other ones are basically like housing engineers. And then Vlasov, like you said, they go around all these cities in America. When it comes time to go to Chicago, Vlasov leaves the tour. He takes off. And where does he go? He goes to visit Frank Lloyd Wright at his home, right? And then what happens at that meeting is that they both sit around and they basically bitch and complain about how Le Corbusier's modernism won the day. Because Wright's version of modernism didn't win and neither has Vlasov's. But what this leads me to, oh, by the way, one more interesting detail about the 55 tour. And this is addressed to local Russian researchers. As you probably know, they bought an American home and they packed it up, like a tract home. They packed it up and they shipped it back to Moscow. Nobody has been able to find in the archives what happened to this house. And somebody here needs to find out what they did with it, how it got here, and what they actually learned from it. But here finally is my question. Through those kinds of tours, how do you study sort of, from the Soviet perspective, how they figured out where to draw the line? Like where to actually draw the limits about what they might borrow and incorporate into this vision of the future? And I think about the 55 tour because they go around visiting all these American homes and none of them are really going to ever serve a model for the Soviet mass housing. Yet what they're getting, what it seems to me that they're getting out of this visit is more about the technology and the construction method. So my general question is, is how do you examine where they draw the line and what they decide to leave out of what it is that they borrow from the Americans? Well, let's put things straight. I mean, the tour of 55 is really interesting. It appears that even leaving the trip, and this is very well taught by David Conn in his book The Dancer Defects of his channel pattern of what I would say about emigration and exiles. I don't think there was such a thing as who are an architect of the Soviet Union. The system was centralized, but it was not a centralized system, which operated top down in every aspect. So they were interested in this sociology of modernism, which should be discussed more in detail. So what was it? How were the systems of powers within the architectural profession? At a time in which architecture, after 54, was good second after the construction of construction in the organization of the organization of the organization. So I think that there were very many different strategies, which were never meant to be really articulated in order to draw a line. And if we look at the reality of the technological transformation, if we look at the reality of the technological transformation, it is clear that the preservation of policy, which was the core policy of the state of the war. The corruption was based on Western European patents, particularly on the cabinet system. And in parallel, and this is here that we need to, probably, or you need to, I can't do it by myself, but we are rhetorical. One needs to discuss on the broad, in a very small manner, who went where, the meaning of trips to England, to France, to discovering this technology and this way of controlling things, where does the idea of the micro-rion come from, where the vitality of the 30s, which were largely contaminated by the ideas of Ernst May and the Germans, and did it come from the neighborhood units as imagined the US in the 20s from its British version. And this system was very, the system was much more porous. So, I don't think there was no line to draw, because it was not just front of the line. The metafore of the line doesn't work. The metafore of the line doesn't work. We have to build more of a metafore of the image of matrix, or even a more organic representation of where I was coming. And I'm referring to the 59th exhibition in Sucroniki. It's interesting to see, when you read all the... There were visitors' books, which were filled with remarks, Susan Rieders, that discussed them with very good thoughts. And there are questions, why do you shock by visitors, there were visitors who were nearby, they were in depth, why do you show, why do you display, for example, the nationality And example, as a small activist, why do you show the Vamos that Earth���s under a given name? And yes, we don't think of that even though we should be impressed. It is of course that... There were certain channels that used to be effective for communicating. Почему товары народного потребления? Почему нет технологий? И именно поэтому мы не особенно впечатлились этим. Конечно же, существовали определенные каналы, которые были эффективными каналами для коммуникации, и одни были более эффективны, чем другие. Спасибо вам за вашу презентацию. Мне хотелось бы вернуться к связи с Виктором Груном, потому что это очень важная история. Я читал перевод Виктора Груна очень важной книги «Градов город быть». И здесь мы видим разные образы, которые как раз относятся к произведению Виктора Груна. И эта книга об услугах. Именно поэтому я считаю, что очень интересен ваш комментарий о том, который касается Хрущева и специфики американских услуг. Скажите, можно ли проследить типологию, как она повлияла, например, на модели кафе, магазинов, на зданиях в 50-е и 60-е годы? Не могли бы вы это прокомментировать? В общем, это делается исследование. Было бы очень интересно, понятно, как государственная исследовательская система различных институтов. Значит, с одной стороны, конечно, во главе всего домостроительства, но потом возникает группа Градова, которая, в общем, я, например, рассматривал проблему кинотеатров. Как они изменялись, как вся система, принимая опыт из других стран и затем уточняя, приспосабливая и, тем не менее, оставляя определенный зазор для индивидуальных проектов в рамках массового производства. Это тоже, мне кажется, очень важное исследование, которое еще следует осуществить. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо.